Я окончил Новосибирский музыкальный коллектив. Я окончил колледж по классу гитары и решил по окончании колледжа поступать в зарубежный вуз, в Кёльнскую консерваторию. Я действительно поехал в Германию. Прожил, правда, не в Кёльне, а в Коблинце около шести месяцев, изучая язык, занимаясь преподавателями. Субтитры создавал DimaTorzok Разочарование в семинарии, хотя уже, собственно, четвертый год здесь нахожусь. Я нисколько не сожалею в собственном выборе. Хотя есть, конечно, проблемы. Семинария штука непростая. Есть много искушений. Жесткая дисциплина. Жесткий распорядок дня, регламент, послушание. Когда охота что-то побольше почитать, позаниматься какой-нибудь учебной деятельностью, а нужно идти заниматься какими-нибудь хозяйственными послушаниями. Но, когда смиришься, даже еще не понимая, зачем это надо, просто смиришься с тем, что есть. И затем уже приходит осознание, да, действительно, это правильно, это нужно. Воспитание, духовное воспитание, в первую очередь, поставлено во главу угла. Дело в том, что семинария – это скорее церковно-практическое, чем церковно-научное учебное заведение. То есть оно присвано подготовить священников, приходских священников, батюшек, не работников кабинета духовного, то есть не работников науки, а действительно людей, которые пойдут в народ, которые пойдут проповедовать о Христе. А это не так просто. У нас есть предметы, мы выходим на церковный амбон, на общих богослужениях и проповедуем Слово Божие людям. Тяжело это в первую очередь из-за ответственности, потому что людям говоришь Слово о Боге, и какая-то ошибка, какая-то неточность может вызвать неправильное понимание в людях о Боге, неправильное понимание о вере, о добродетели, о грехе. И это касается настоящей духовной жизни, настоящей проповеди, это, конечно же, ответственность. То есть это не просто чтение учебника, это не просто учеба, а это дело, касающееся реальной жизни. Поэтому это огромная ответственность, и, конечно же, это, пожалуй, для меня наиболее трудно. Песня. Наверное, самая большая радость – это богослужение. Участие в богослужении, в литургии божественной – это, пожалуй, хлеб, воздух, вода, без которой невозможно обойтись. Музыка светская – это продукт человеческого творчества, человеческого ума, порой человеческих пороков и страстей. Она рождена человеком. Церковное пение, я намеренно не называю ее музыкой, имеет совершенно иную природу, природу, скорее, ангельского пения. Дело в том, что церковное пение, я имею сейчас в виду пение древнецерковное, византийское пение, древнегреческое пение, знаменные распевы, современные монастырские распевы, например, валаамский распев, они имеют даже другую звуковую структуру. И вот это даже звуковое различие способствует тому, что церковное пение призвано помочь человеку молиться, помочь ему воспарить душой Богу, отнюдь не помешать ему в этом духовном делании. Церковное пение в первую очередь направлено на аскетику. Существует даже такое понятие, как богословие в звуках. Существует богословие в красках, как мы это знаем, это икона, а церковное пение – это богословие в звуках. И вот сейчас я занимаюсь, стремлюсь заняться, конечно, как раз вот этим церковным пением. С братьями мы на богослужениях вседневных, мы часто любим попеть знаменем, древним знаменным распевом. Конечно же, люблю послушать классическую музыку. Постоянно, когда я занимаюсь самостоятельной подготовкой по дисциплинам богословским, я включаю в себе какую-нибудь классическую музыку, бывает не совсем классическую, я люблю джаз послушать, например. Ну, наверное, я все-таки хотел бы принять священный сан, скорее диаконский, чем священнический. Поначалу, я не знаю, затем, может быть, еще и захочу стать священником. Но пока что музыкальное образование, наличие какое-то, объективное наличие голоса, слуха, оно дает мне желание служить в сане диакона. Может быть, хотелось бы остаться при духовной школе, если есть на то воля Божия. Санкт-Петербург